О силе воли этих людей сегодня говорит весь Первоуральск. Они пополнили спортивную копилку города с золотыми медалями, стали лучшими в пауэрлифтинге. Тренируясь с ними в одном спортзале, невозможно догадаться о том, что эти силачи имеют документ об инвалидности. Удивилась наш корреспондент Дарья Шумович, когда побывала на одной из тренировок чемпионов. Для них поднять вес 100 килограммов – это как немного размяться. Тренируются спортсмены три раза в неделю по два часа. Глядя на них, не скажешь, что все они имеют инвалидность. Последние три месяца были особенно напряженными. Режим питания и усиленные тренировки готовились к чемпионату. Алексей Казнов хоть и опытный спортсмен, но каждый раз волнуется, как новичок. Просто волнение было. Ну и, конечно, поднимать вес за счет, даже без малейшего движения, за счет рук вес вытягивает. Очень тяжело. Пять Первоуральцев принесли городу четыре золотых медали с турнира «Золотой тигр», который проходил в Международном выставочном центре Екатеринбург-экспо. Соревновались в боевом самбо, армрестлинге, кроссфите и еще в более 30 видах спорта. Первоуральцы стали лучшими в пауэрлифтинге. Тренировал нашу команду четырехкратный чемпион «Золотого тигра» Роберт Халитов. У меня инвалидность ДЦП – детский церебральный паралич. Это не мешает, а наоборот стимулирует чего-то добиться, какие-то показать результаты, что ты можешь чего-то добиться в жизни. В молодости Радик Хасанов увлекался хоккеем и футболом. Серьезную травму он получил на военной службе. Предпочитает об этом не вспоминать. После оформления инвалидности мужчина стал работать адвокатом, занимался воспитанием двух детей. Десять лет назад занялся пауэрлифтингом. Этот вид спорта более, так сказать, подходящий именно для меня. Развивает силу, укрепляет здоровье. Ну и после тренировки чувствуешь себя просто замечательно. В мультитурнире «Золотой тигр» участвовали более 8 тысяч спортсменов из России, Казахстана и Таджикистана. Это одни из самых крупных силовых соревнований в России и Европе. Они посвящены Дню силы. Сейчас наши спортсмены готовятся к городскому первенству по жиму гантелей. Оно пройдет уже в октябре. Соревноваться между собой будут команды из коррекционных школ, общества слепых и психоневрологических интернатов. Дарья Шумович и Дамир Харисов. Новости Первоуральск.